до сих пор задаешься вопросом где купить топовый аккаунт без фарм симуляторы а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе которую ты можешь потратить в любой игре и в любую задонатить тогда тебе именно сюда переходи и покупай за эту группу я полностью тебе отвечу а потому что эта группа уже работает больше двух лет а это значит группа полностью честная ну а что ж погнали к ролику и всем привет дорогие друзья кустик полна связи и сегодня у нас выходит новый замечательный и очень топовый ролик а главное информативный но также перед началом этого ролика не забудь поставите лайк подписаться на канал с колокольчиком чтобы не пропускать мои новейшие и мощнейшие видосики но также кто не знает что тебе дают колокольчик то колокольчик не ведают оповещение о моем новом новым и классном топовом ролике ну и также отвечаю на большинство интересный вопрос все вы задаете вопрос кости как к тебе попасть друзья тогда отвечу вам нужно написать либо интересный комментарий либо описать мой прошлый ролик о чем я там рассказывал что я там дел, ну и в конце указать свой ник в Роблоксе. Ну а сегодня я буду всех принимать на свой основной аккаунт, а именно на Костю Паупау. На этом аккаунте мы вместе с вами будем играть на стримах и не только. Так что дерзайте комментарии, всех жду. Ну а что ж, сегодня будет классный ролик, как я вам и сказал, так что за этот ролик бы я хотел, ребят, получить 202 лайка. Как только мы набираем 202 лайка, я сразу же выпускаю новый офигительный и очень интересный ролик. Ну а что ж, погнали к структуре видео, а именно о теме ролика. В общем, сегодня, ребят, будет очень интересный ролик, как вы просили меня, давайте покажу этот комментарий вам на экране. Давайте, раз, два, три. На экране появился у вас скрин, тут вы видите скрин именно комментарий моего подписчика больше, там уже, наверное, на этом комментарии больше 50 человек, которые поставили лайк этому подписчику. Он меня попросил заснять о пряниках и также попросил заснять о подарках. Сегодня я вам в ролике покажу все способы фарма пряников, это если что, способы с прошлого года, да, ребят, я думаю, ничего из этого не поменяется, точно так же будет, точно так же можно будет добывать пряники, поэтому я сегодня вам эти способы покажу. и так же покажу вам один подарок, который я открывал в прошлом году. Просто подписчик попросил, мне, в принципе, не сложно показать. Если что, если хотите найти, где я открывал намного больше подарков, то переходите на мой канал, отматываетесь на год назад и там вы сможете посмотреть все подарки, которые я открывал вам на видео и показывал, что они дают. В принципе, давайте же я вам покажу фрагмент, где я рассказывал вам о способах, о способах фарма пряников. Ну что ж, погнали, покажу. Ну что ж, давайте к способу. Первый способ, это у нас добывание джинджербредов вот в этом пряничном домике. Получается, вам нужно к нему будет подбегать, и каждые два часа вы сможете забирать по одному. Либо же, ребят, вы можете стоять там, фармиться в игре, главное не выходя из игры. Вы там постояли 10 часов, вам дается 5 джинджербредов. Вы простояли 20 часов, вам дается 10 джинджербредов. Главное не выходить. То есть, стоите в АФК и просто ези фармите их. Ну, также, если вы не просто так тут играете там в автофарме, вы можете просто бегать по полям, убивать всяких монстров, и вам будут падать джинджербреды. Кстати, вот с этих плейнтеров тоже бывают падают джинджербредов. Там из особенных каких-то падают джинджербреды, я точно не помню, ребят. Но с плейнтеров тоже иногда падают эти мишки. Ну, в общем, мобы. Смотрите, первый способ, это пряничный домик, раз. Потом мобы, два. Также, выполнение квестов. Это три. Вы выполняете квестов, вам будут даваться джинджербреды. Вот. Чтоб вам давали джинджербреды, вам нужно выполнять вот эти квесты у этого медведика, у этого беленького медведика, именно у него, и все. Итак, ребят, я вам показал способы добывания пряников. Надеюсь, это было понятно. Надеюсь, вам это понравилось, в принципе. Да. Ну и также, что я хочу вам еще показать. Я бы вам хотел показать, как я открывал восьмой подарок в прошлом году. В принципе, я не знаю, будет ли в этом году точно такой же подарок. Наверное, будет намного лучше подарок в этом году. Но в любом случае, давайте же я вам покажу, как я открывал в прошлом году. Восьмой подарок в бисмосе. Ну, давайте же покажу. Итак, ребят, я вам показал фрагмент, где я открывал восьмой подарок. Надеюсь, что вам и тут понравилось. В принципе, эти были... Первое, это у нас был способ, все способы добывания пряников. Второе, это у нас было открытие подарка. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вы прожмете за этот видосик лайкос. Также подпишитесь на канал. Ну, а завтра я выпускаю новый топовый ролик. Если у вас есть какие-нибудь темы, которые вы хотели бы увидеть в симуляторе пчеловода, допустим, какой-нибудь там гайд, то обязательно пиши в комментариях, все комментарии читаю. Также, ребят, не забывайте поддерживать других тоже товарищей, которые предлагают свои идеи. Если вам эта идея нравится, я вижу на ней много лайков. Ну, нормальное количество лайков, то я снимаю эту тему так же, как и сегодня заснял. Ну, а что ж, на связи был Кустик Паупал. Завтра жду всех на новом топовом ролике. Да, пока-пока, оставайся добрым, будь мудрым.